Здравствуйте, Роман. Приветствую, желаю здоровья. Спасибо, взаимно, Роман. Ну вот начнем с сегодняшних событий в Подмосковье. Наши или наши, беспилотники или не беспилотники, что вы про это знаете? Ну, хороший взрыв однозначно, причем с детонацией. Понятно, что это не пиротехника, о которой там россияне говорят. Так как если бы это была пиротехника, то как раз она бросалась. И этот взрыв вызван, ну, двумя путями, может быть. Либо это беспилотник, либо это внутреннее проникновение и подрыв этого завода. Завод довольно-таки специфический. Выпускал, уже можно говорить, выпускал, так как он практически разрушен, выпускал оптику от биноклей до прицелов ракет. Поэтому уничтожение такого рода завода, это такой хороший показатель. Я думаю, все-таки это работа беспилотников, так как уже давно наши, несколько месяцев, в основном это будановцы выполняют такого рода задачу. Ну, разведка-доразведка на земле, то есть уточнение координат. И дальше выход беспилотников и уничтожение такого рода объектов. Они уже видны. Хотя полностью скучать нельзя и работу внутренних диверсионно-разведовательных групп, которые также могли выполнить такую задачу. Такого же уровня завод есть и в Таганроге. Такого же уровня он практически уникальный, уникальное производство, выращивание кристаллов для микросхем. Вот в Таганроге, почему, я думаю, в ближайшее время и он также починит в БОЗе, так как это выбьет элементную базу для производства большинства микросхем и уже самих военных объектов Российской Федерации. Вы знаете, таких событий становится все больше и больше на России. И я думаю, что именно по этому поводу у них постоянные вот эти вот истерики, что Варшава планирует создать польско-украинские соединения для оккупации Украины. Это Шойгу заявил сегодня, по-моему, или вчера. Вчера, нет, вчера он заявил о том, что Польша начала масштабные закупки оружия и прочее. Вот мне интересно, а что они думали? Что все вот сидеть и ждать, пока они в гости придут или что? Вот что им удивительного, что Польша начала закупки оружия, понимаете? Ну а то, что там про оккупацию Западной Украины, этот бред мы слышим уже много, так сказать, долгое время. Поляки сейчас подставили нам плечо помощи, сразу первыми. Поляки показали свою европейскость, свою толерантность, ну и эмпатию. Это все-таки такая нация эмпатов. И поляки для нас на данный момент, наверное, ближе всех, кто участвует и кто нас поддерживает. Братья практически наши. Можно и так сказать. Поддержали, все поддержали. Да, у меня просто есть часть поляцко-еврейской крови, мою прабабушку. Потому, да и фамилия Светан, Светание, это рассвет, заря по-польски. И по-русски, по-украински Светанок рассвет по-русски. То есть, получается, поляки, ну мы с поляками, даже у нас кровные узы с одной стороны. Потому, поляки для нас действительно братья в этом смысле. Ну, а Шойгука Жугетович, ну как мягко так. И буду продолжать саму тему, потому что он, скорее всего, завидует. Потому, что как раз кровными братьями поляки Жугетовичу точно не будут. Генерал Сырский говорит о том, что русские создали кулак для прорыва на Купинском направлении. Но оборона там довольно сильная. Цель противника – прорвать оборону, говорит генерал Сырский. Но вот наши бойцы отбивают все, так сказать, попытки противника продвинуться вперед. Что происходит сейчас на Купинском направлении, Роман? Продолжают россияне усиливать, реально усиливают наступательные действия. То есть они вводят в бой дополнительные части. В основном сейчас основное направление – это Купинска. Это как плечо поставки военной амуниции с Валуек с российской территории. Там несколько десятков километров – это несколько десятков минут. Потому именно Купинское давление на Купинск они и проводят. Купинск сам по себе – это город узловой. Там есть Купинск, есть Купинск узловой. Вот россиянам важно заводить, они через эту ветку, и заводили в свое время несколько сот тысяч россиян. Человек, не человек, а россиян, заезжало с Валуек на Купинск и дальше расходилось и в Харьковскую, Луганскую, Донецкую области. То есть такая узловая станция, для них это очень важно, на нее выйти. Они стоят в принципе в нескольких километрах от Купинска. Но там сил, средств достаточно для того, чтобы удерживать. И там сейчас под руководством генерала Залужного создали группировку по уничтожению российских войск, которые движутся. Как раз подозрели вовремя переданные нам нашими партнерами снаряды кассетные. Это же как раз для того, чтобы пехоту на легкой броне уничтожать двинувшиеся наступления. Там как раз себя очень хорошо эти кассетники и показывают. Сейчас вот, по-моему, за сутки больше 800 человек отминусовали с помощью тех же кассетников. Вот так удерживаем россиян. Я думаю, в режиме такого перемеливания несколько месяцев будем работать, пока не пойдут осенние дожди. А россияне будут пробиваться на Луганском направлении. Потому там создан такой плацдарм для уничтожения этой стотысячной группировки. Я думаю, она там и ляжет. Луганская земля, левый берег Северского Донца, Луганская, Харьковская земля. Она в том месте, она плодородная. Ну, удобрится еще там несколькими десятками тысяч российского мяса. Пусть будет. Вот вы сказали про кассетные боеприпасы. Действительно, очень многие эксперты пишут о том, что наша пехота продвигается и наступает во многом. Ну, короче, получила новый импульс для наступления с помощью этих кассетных боеприпасов. Потому что, ну, они действительно очень эффективно работают. И это правда. Да, там на юге, везде. Я бы так линейно не говорил. Дело в том, что появление кассетных боеприпасов здесь создало для нас два плюса по разным направлениям. Но, в конце концов, эффективность, если говорить о наступлении, оно тоже придало. Только не сам по себе. Кассетный боеприпас все-таки используется узконаправленно. Это только по пехоте, по легкой броне, на которой движется пехота. То есть по открытым местам и все. А вот по-серьезному уже его использовать нельзя, по серьезным оборонительным сооружениям. Но наличие кассетных боеприпасов уменьшило расход наших основных боеприпасов и создало нам определенный запас основного 155 мм, который мы можем уже использовать тогда, когда он нужен и востребован. Это по закрытым позициям, по бетонным сооружениям. Вот как раз вот таким способом двойным, можно так сказать, дуплет такой получился. Этот кассетный боеприпас нам помог. Да, действительно, его появление ускорило, ну вот так вот косвенно, можно так сказать, косвенно ускорило движение наших воздухов. Вот последнее сообщение о том, что мы получили еще две пусковые установки «Патриот». И сколько их всего? От Германии мы их получили. Сколько их всего в Украине? Сколько нам нужно, с вашей точки зрения? Ну, сколько всего в Украине, об этом знает очень узкий круг людей. Мы только догадываться, что у нас, как минимум, два комплекса есть. На два комплекса это примерно по восемь пусковых установок в каждом комплексе. Ну, вот 16 есть пусковых, опять, разного уровня. Там же есть пусковые ПАК-2, ПАК-3, противобаллистические и противоаэродинамические пусковые ракеты в том числе. Вот две пусковых установки, ну, они как минимум усилят... Какую территорию они могут защитить, например, две пусковые установки? Если это пусковые установки ПАК-3, это радиус в 40 километров полет ракеты. Это противобаллистические ракеты. Вот в блюдечке в 40-километровые. Ну, а пусковая установка ракет уже противо... То есть, аэроцелей, это 150 километров, вот тоже радиус 150 километров. Но это всего лишь две пусковых установки. Они, скорее всего, усилят просто комплекс. Одна пойдет в один комплекс, вторая во второй. Если их два, а если их больше, то уже с другим это будет связано. Но, тем не менее, это такая хорошая передача, так как увеличивает радиус, ну, как минимум на несколько десятков километров увеличивает радиус, дальность поражения и прикрытия нашего пространства. Бойцы ГУР, вот многие пишут об этой операции, хотелось бы чуть подробнее форсировали Днепр, осуществили рейд на левый берег и выгнали оккупантов из позиции около села Казачьего лагеря. Ну, это достаточно такая дерзкая операция. Расскажите о ней, расскажите, почему она важна? Дело в том, что таких операций в течение нескольких месяцев проводятся уже, наверное, десятки. Это точно потому, что сразу катера, как только появились у нас бронированные катера, их начали наши силы спецоперации, ГУР, Национальный гвардия, то есть, ну, все, куда они попали, начали использовать для выполнения основной задачи войсковой разведки. Это заход в тыл врага на глубину до 30 километров, разведка, доразведка, расположение, корректировка артиллерийского огня, ну, а дальше в зависимости от боевого распоряжения, либо уничтожение в контактном бою расположений противника, либо забор материала для обмена военнопленных, либо подготовка плацдарма. Но вот такие операции, как вот сейчас описывается, они проходят постоянно, и мы уже на нескольких участках фронта просто их проводим, и просто не попадает это все в информационное поле, так как такие операции, но они должны закрываться информационной определенной блокадой. И, естественно, наш генштаб их не показывает только тогда, когда уже вой на болотах начинается российский, ну, тогда уже, тем более, с фото, видео, с подтверждением и т.д. и т.п., ну, тогда уже и наш генштаб, в том числе, как-то может подтверждать. Но это так называемые рейдовые атаки, то есть задача разведки – это зайти, выполнить задачу и уйти, совершить рейд туда-обратно. И вот таких рейдовых атак довольно-таки много. Сейчас ребята, которые выполнили эту атаку, они отминусовали там определенное количество россиян, кого-то взяли в плен, и они уже на правом берегу кофе пьют. Ну, то есть это так выполняются, такие рейдовые атаки. Есть некоторые задачи, которые сейчас выполняют на левом берегу, на нашей части, тоже войсковой разведки. Это по подготовке плацдарма к форсированию Днепра. Это те же район Дач, район Олешек, район Антоновского моста. Опять же, это за счет информации, которую, ну, уже, наверное, второй месяц передают с болот. Вот здесь уже сильно не отвертись, потому что уже видео, фото и все остальное это уже есть. Там один из плацдармов. Таких плацдармов должно быть где-то 5-7, но они, скорее всего, так и есть. 5-7 таких плацдармов, которые сейчас подготавливаются и для форсирования. Ну, а какие из плацдармов будут выбраны об этом, об этом знает только Господь Бог и генерал Завод. Очень хотелось бы с вами поговорить о такой проблеме в армии, потому что очень много появилось в пабликах сообщений о коррупции. И вот читаю очередное. Чиновнику Минобороны, который допустил убытки государства на 15 миллионов гривен во время ремонта дороги, сообщили о подозрении. Ну и так далее. Тут дальше рассказывается про этот тендер. Ну вот какая самая большая проблема? Есть ли и много ли таких случаев? Там торговля оружием в серых зонах. Я не знаю, яйца по 17 и многое-многое другое. Вот что с этим происходит именно в армейской сфере? Уродов везде хватает, и в армейской, и в армейской здесь нет исключений. Просто весь вопрос, кто как горится. В армии что-то попроще, чтобы один не грелся. Ну, это моё видение. И так коррупция уничтожается. Или надо выполнять, то есть ставить задачи таким способом, выполнять действия, чтобы коррупции как таковой не возникало. И убрать источник как такой. То есть какие-то разрешительные моменты, где чиновники совершают эти коррупционные схемы для того, чтобы набить себе карманы. Или нанести вред государству. Я не исключаю как раз такой задачи, то есть измена Родине, 111-я статья. Это тоже может быть основной задачей каких-то коррупционных действий. На дорогах воровали, наверное, все и всегда. Начиная ещё с Синистана, если ещё не с Рима, как минимум. Хотя римские дороги до сих пор стоят. Там, наверное, за счёт коррупции быстро этот вопрос решали. Либо голова, либо руки, либо ноги куда-то уходили. И всё, человеку больше нечем было воровать, потому и коррупция прекращалась. Ну, вряд ли мы будем руки отрубать нашим чиновникам. Есть другие механизмы, я же говорю. То есть подходить надо комплексно к постановке задачи. Непосредственно контролирующие органы, ну, их увеличение, они опять же ничего не дадут, не дают. Это просто размер коррупционных отчислений увеличивается, чтобы всем раздать. Надо подходить чуть по-другому. То есть убирать сам механизм коррупции, убирать те разрешительные шлагбаумы, с которых пытаются коррупционеры. Ну, это как-нибудь уже, когда военные зайдут во власть, их станет больше, по крайней мере. Мы этот вопрос, я думаю, решим с коррупцией. Ну, а в самой армейской среде этот вопрос тоже решается иногда жестковато. Только когда это все уже выходит наружу, он тогда решается. И еще одна проблема – системная ошибка. А как жестковато он решается? Вот вы говорите, он решается жестковато в армейской среде. Погибают за родину. Вот погибают за родину. Ну, и такие вопросы решаются и так. Проблема вот еще одна, почему коррупция военной среди сейчас есть в достаточном количестве. Потому что схематозники гражданские попали в военные структуры. Попали они после того, как была уничтожена военная юстиция, так называемая. Военные прокуроры, военные дознаватели. Я был в свое время военным дознавателем. Вот я просто знаю изнутри схему, систему, как она работает. Военные суды и т.д. То есть из-за того, чтобы надо было убрать в свое время одного прокурора военного, убрали целое направление военной юстиции. И теперь эта коррупция, которая на гражданке, в правоохранительных органах, она сейчас пришла в военную среду. Ну, потому что военные, вернее, не военные прокуроры, а гражданские прокуроры, следователи гражданских занимаются какими-то вопросами. Это опять коррупция. Любое следствие, это же тоже коррупция. Вот здесь есть проблема. Потому приходится погибать коррупционерам за родину. Ну, не говорю за Сталина, просто коррупцию. Очень большая статья в Бильде была по поводу вот этого Сувалковского коридора, потому что он, как они говорят, что Владимир Путин целится в Ахиллесово пету НАТО. После неудавшегося переворота военного, да, вагнеровцев, тысячи наемников ушли в Беларусь. И Муравецкий, они его цитируют, говорит о том, что он говорит, что у нас есть информация, что более сотни наемников из группы Вагнера продвинулись по Сувалковскому коридору недалеко от Гродно в Беларуси. Вот. И именно поэтому сейчас Польша так нервничает, там собираются, ну, укрепляются границы, собираются войска. Вот для зрителей, скажу, кто не знает, что это этот коридор, это часть территории Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области. Вот. И как вы думаете, будут ли там события развиваться? Потому что, ну, время от времени все время возникает этот вопрос, особенно последние недели. Ну, Сувалский коридор – это граница, 100-километровый участок границы между Литвой и Польшей. Потому что кто его назвал коридором, непонятно, потому что если считать границу коридором, так это расстояние между глюонами, наверное, можно, вернее, между кварками можно рассматривать, а это 10-17 степени в метрах. То есть я бы не сказал, что это как таковой коридор, это просто общее направление с Беларуси рассматривается в сторону Калининграда. Все-таки там топчутся и те же вагнеровцы, и как-то подготавливаются к каким-то провокациям Беларусь. Она просто привязывает к какому-то участку, стоке-коррому участку, называя его Сувалским коридором, там рядом Сувалки просто город. Да, то есть никто там никуда двигаться не будет, так как войска натовские, они прикрывают всю границу НАТО. Она сплошниковая, она идет сплошной линией от польско-украинско-белорусской входа и уже выхода из России, это уже до Финляндии, то есть это уже до Северных морей. Она сплошная уже натовская, и там никто не делит границу одной республики и другой, так как общее натовское управление по обороне. Не пройдут они туда, там нигде их, отминусуют сразу поляки, литовцы. Там немцы, особенно в странах Балтии, там же расположены немецкие подразделения. То есть Север там тоже простой, как угол дома, они же долго не разговаривают, а то россияне повспоминают, как это было. Сейчас Литва, Латвия и Польша рассматривают, насколько я знаю, возможность синхронного закрытия границы с Беларусью. Ну то есть зачем этот геморрой? Вы закрыли и все. Да, закрыли. Не, ну так просто не получится. Там все-таки есть определенные связи местного уровня, их не так легко перекрыть, там все равно придется как-то оставлять. Просто выводить на уровень линии обороны, допустим, и линию границы превращать в линию фронта сразу со стороны НАТО и возводить фортификационные сооружения со стороны НАТО, отсекаясь от Беларуси, допустим, по некоторым направлениям. Опять же, не все направления там хватает, не танкоопасных направлений, а вот все танкоопасные. Проминировать, ежами проставить и выполнить ту задачу, пусть просят у генерала Наева, он расскажет, как это сделать, я думаю, заложено его отправить туда на недельку, отстроить ту же систему, которую он, Наев, сейчас отстраивает уже по северу Украины, между Украиной и Беларусью, а до этого отстраивал ту систему, которая до сих пор стоит, оборонительная в районе Донбасса, это же его рук дело. Сотрудника, высокопоставленного сотрудника Бундесфера, задержали по подозрению шпионал же в пользу России, это однозначно, он там звонил, не знаю уж сколько там Ума-Палаты, но он звонил несколько раз перед арестом в консульство Российской Федерации, в посольство, предлагал сотрудничество и так далее. Это довольно странно. Но тем не менее, вопрос такой, как вы считаете, много ли в наших, я не знаю, там армейских структурах, спецслужбах, оборонной промышленности людей, которые работают на Россию, потому что, ну, я, честно говоря, обалдела, когда прочитала новость, что вот этот министр Австрии, по-моему, на странных дел Австрии, которая танцевала с Путиным на свадьбе, она вдруг поселилась в России, нормально вообще? Приехала там в какую-то Рязанскую или какой области поселилась там. Но я понимаю, что не в избушке, наверное, там что-то построено для нее, но просто представиться страшно, Роман, вот эти связи, понимаете, их огромное количество, потому что Путин за эти 20 лет, по-моему, купил очень многих. Ну, если есть деньги, однозначно можно купить. Если человек не продается, его нельзя купить за большие деньги, значит, его можно купить за очень большие деньги, потому именно с такой точки зрения Путин и подходит, и так работают спецслужбы. И пока у россиян будут деньги, пока не будут их покупать. А для того, чтобы этого не было, надо их, россиян, просто загнать в санкционный лепрозорий и туда, чтобы ни один доллар не зашел за их энергоресурсы, за атомный, там есть за что, в основном энергоресурсы. То есть вот так можно подходить и решить вопрос с этой проблемой. А у нас они однозначно есть. Причем вот эти 10 лет последних войны, я бы не сказал, что их количество уменьшилось. И ждунов хватает, и непосредственных агентов, россиян, и ФСБшников, и грушников. Такой распространитель всей этой беды, я же помню, в 2014 году, это МВД, там 10 тысяч донецких ментов в прыжке переобулось, отела фуражку российской полиции. То есть... В Донецкой области было 10 тысяч ментов. 16 тысяч ментов было в Донецкой области. Много? 10 где-то осталось, да, и дикий руководитель, зам начальника МВД области, некий такой дикий полковник был, и вот он руководит Донецкой ментурой, она практически их давала Донбасс, так как, ну, силовики, в этом смысле силовики, они рулят процессом, потому вот-вот 10 тысяч в прыжке переобулось. Какой позор для офицеров, да, где бы они ни работали, в милиции, в полиции, в армии, еще где-то. Ты присягу давал. Какой вообще... Вот мерзость, Роман, все-таки. Вот здесь-то как раз и подход. Вот все думают, что у нас в ментовке работают офицеры. Нет, у них спецзвание. Офицеры у нас только в вооруженных силах Украины, в погранслужбе, ну, то есть в спецслужбах, и в том числе... Подожди, но в полиции люди тоже со званиями. Разве они не офицеры? Это спецзвание. Это спецзвание, армейское звание у них может быть сержант, а спецзвание полицейское, там, полковник. У них не должно быть званий как таковы. Это та структура, которую уже давным-давно надо реставрировать, неправильно сказал. Полностью разбить ее на составляющие, перебрать в другие органы. Сейчас же у нас есть и НАБУ, и ДБР, то есть следствие оставить, оставить какие-то полицейские функции на уровне городских, и тоже городских властей их можно перепочинить тем же мерам, тоже полицию по городам. Ну, а куда? МЧС надо выводить из структуры МВД, пограничников выводить из структуры МВД, а это НАЦГвардию надо переводить в ВСУ. Зачем МВД, самолеты, вертолеты, танки и пушки? Для чего в правоохранительной структуре такое военное вооружение, то есть армейское вооружение? Значит, НАЦГвардию надо переводить в ВСУ, конкретно делать их спецвойсками в составе вооруженных сил Украины, и все. И хлопцы ментовскую фуражку сменят на берет, каких-нибудь спецвойск, оденут тельняшку, это толковая НАЦГвардия, это толковая десантура, то есть это штурмовые роты. И вот так надо решать такого рода вопросы. Они же самое интересное, вот опять, в этот раз, когда россияне заходили, тысячи ментов перешли опять на сторону России, тысячи были уволены с МВД, центральным аппаратом. Подождите, а разве их не проверяют специальную структуру? Ну, прежде чем взять человека работать, не знаю, там, в ДБР, в полицию, еще куда-то, ну, в специальную структуру, как вы говорите, разве их не проверяют люди, которые обязаны проверять? А если люди, которые обязаны проверять, они коррупционеры, которые за непроверку получают определенные финансы? Или люди, которые обязаны проверять, они и есть агенты МФСБ? Ну, или, вот и все. Тем более, продаются, покупаются должности в МВД на раз, два, три. Это ж не военная структура. Вот у военных, допустим, в любом предназначении проходит спецпроверка вплоть до прохода. Это касается и СБУ, и ГУРа, и службы внешней разведки, и сил спецопераций. Там проходит проверку чуть ли не ежегодно через полиграф практически все. И это правильный подход. Вот такие проверки. А в полиции, там, во-первых, сотни тысяч человек, и всех не проверишь в этом смысле. Долго проверяйте. Ну, и сама структура большой, большой монстр. Его надо однознать, авак его собрал, его надо однозначно раздевать на составляющие. И вот посмотрите, как это сделал в свое время Саакашвили. В один день вызвал руководство МВД, сказал, народ Грузии, наших услуг больше не нуждается. И все, и забыли тему. Вот то же самое надо сделать и у нас. Президент должен это сделать. Ну, или этот, или следующий, неважно. Ну, то есть это надо однозначно решать. Чем лучше, чем раньше, тем лучше. Потому что очень много предателей как раз в составе МВД. А у них есть допуск. У них есть допуск к личным данным. Когда менты переходили чуть ли не отделениями в городах, которые занимали россияне, они же когда переходили, они же всю документацию и всю развединформацию передавали российскому ФСБ игру. И после этого по домам ходили с этими списками атошников, с списками. Сейчас так много людей пострадало, я знаю. Там же предатель был местный, этот самый СБУшник возглавлял. И он просто отдал списки всех, журналистов, активистов, этим всем тварям, да. Вот так эти товарищи в скобках поступают. Потому, получается, враги среди нас однозначны. Вот эти враги еще и занимают определенные правоохранительные механизмы. Потому, если нет проверки, если в МВД нет проверки до уровня психологии, то есть до уровня полиграфа на контакты со спецслужбами, значит, этой службы не должно быть. Вот не должно быть ее вообще, раз они себя так сами зачистить не могут. А те службы, у которых есть такая внутренняя проверка, ну, вот они вопросы эти решают. Они самозачищаются, они могут изнутри очиститься, если, опять же, не попадает в начальником внутренней безопасности ФСБшный агент, как это было в СБУ. Это вот хорошо, что вычислили, сами же СБУшники вычислили. Малюк, по-моему, занимался. Он, кстати, как раз сейчас и возглавил службу безопасности. Вот она зачищается, служба зачищается изнутри через механизмы зачистки. Это же касается и ГУРа, это касается службы разведки, сил спецопераций и спецслужб, которые еще занимаются безопасностью страны. То есть вот такая внутренняя очистка. Ну, а с полицией здесь по-другому уже, ну, никак нельзя. Там чистейшая иллюстрация должна быть. То есть никогда эти люди, которые когда-то носили значок полицейского, они близко не должны подходить к каким-то данным или к каким-то, этим самым, какому-то управлению. А их всех по концу, в конце концов, надо будет опять же пропустить через полиграф с одним вопросом, сотрудничал с российской разведкой или иностранной разведкой или нет. И Графолов четко скажет, причем все равно, что скажете, да или нет, чтобы вы не сказали, Графолов точно скажет, вы соврали или нет. Вот и все. А вот дальше уже начинать их перетрахивать, так сказать, в смысле перетрушивать. Ну опять это, это я думаю, сейчас этот вопрос будет решаться. Спецслужбы у нас сейчас становятся уже на крепкие ноги и большинство задач выполняют так, как они должны выполнять. Пяти человекам предъявлено обвинение по делу о гибели вертолета, в котором летел министр внутренних дел и его коллеги, да, Денис Монастырский. Насколько, я думаю, что вы знаете, кому они предъявлены, там в прессе писали, насколько, так сказать, эти люди являются действительно виновными, потому что там, я знаю, там предъявляют начальнику отряда, который дал там разрешение на вылет. Может ли начальник отряда не дать разрешение на вылет министру внутренних дел, например, ну и так далее. Вот что вы знаете по этому делу? Может, если он ему не подчиняется. А если он ему подчиняется, как он ему не, это прямой начальник. Вот это та проблема, системная ошибка нашего государства, которая была, а может быть, и не ошибка, а скорее всего, диверсия, это когда авиация была разорвана по ведомствам. У нас сейчас нет военно-воздушных сил. Возорвали и отдали в качестве авиации в авиация в воздушные силы, которыми проводят зеркатички. То есть авиации, как таковы, в МЧС отдали там авиаотряд, который в МЧС, а МЧС отдали кому? МВД. Вот представляете, что произошло? Естественно, начальник МВД приказывает своему подчиненному понять определенную задачу, а после того, как начальник МВД куда-то, ну, вернее, погибает, что начальник отряда может доказать, если он получил прямой приказ, он же не может его не выполнить. Естественно, а дальше идет, называется, назначить стрелочников. Взяли, арестовали летчиков. Сейчас летчики этого отряда в МЧС, они арестованы на два месяца без права залога. То есть, получается, назначили стрелочников в летный состав и теперь будут проводить определенные следственные действия, изначально практически назначив уже виновных в этом вопросе. А реально виновные это госаппарат, который совершил вот эту ошибку, разорвав авиацию. если бы были военно-воздушные силы под одним единым управлением, начальник МВД ну никак бы не приказал летчику или начальнику отряда там выполнить какую-то задачу. Он просто бы не смог это сделать. По этим, а это значит должен был выходить на начальника там военно-воздушных сил, на командующего, а вот бы его тоже, даже близко не подпустил бы к авиации. То есть вот этой проблемы нет. Это очень большая проблема. Почему? Потому что она еще и меня касается. Арестовали моего друга и Олег Иванов. Олег Иванов, мы с ним летали, это ключик, мы с ним в Конотопе очень долго вместе летали, служили, на истребителях летали. В 95-м году, по-моему, при слиянии училищ Черниговского Харьковского Хубса, нас приучили на вертолеты. Причем я учился на боевых, на Ми-24, сюда что-то и летал. А Олег и с ребятами на Ми-8, то есть на транспортных их, вот они потом попали в МЧС и в МЧС руководили этим процессом. Вот Олег Иванов зам полетной, зам начальника отряда полетной подготовки. И вот человека арестовали, человек, который всю свою жизнь, вот мой ровесник, всю свою жизнь отлетал. Я еще когда уволился, а он до сих пор летал. Все это время, то есть несколько десятков лет выполнял боевые задачи на истребителях, потом на вертолетах. и вот из-за того, что он, на него можно повесить, его используют как стрелочников, ну не его, и всех, летный состав, как стрелочников, сейчас используют и пытаются опять. А кто? Опять МВД, прокуратура. Не военные, то есть люди, которые вообще, те даже не знают, не отличают полет от перелета, а естественно, один и другой по-разному трактуются, и разные требования. Они подают на арест и сейчас будут проводить следственные действия. Это вот вторая системная ошибка, военная юстиция. Вот и все, вот два подхода, а летчики, в конце концов, остались крайними, тем более, летчики, которые жизненный путь прошли. По-моему, начальник отряда или старший, он вообще уволился после этого. И я сейчас думаю, большинство летного состава, которые на пределе своих возможностей выполняют боевые действия, боевые свои обязанности, они просто уйдут. Летчик любой может уйти, в любой момент уйти с армии, потому что на очень сложные трактования по медицине сейчас все у себя найдут болячки, которых миллиард, которые скрываешь от медицинга, чтобы, не дай бог, не увидели. Вот сейчас их показать и у нас летного состава просто не будет. Вот с подходом. Ну и в финале уже совсем коротко. Знаете, я родом из Житомира и очень хорошо помню еще это время, когда у нас там была прям на излете уже там перестройки, вот эта замечательная летная часть озерная, там были военные истребители, там были крутые летчики, там это было ого-го, куда делись наши самолеты, Роман? Ну, продали, все барыги от власти, все продавали все, что можно было продать, продали и передали за газ, по-моему, в свое время за газ-то даже давали самолеты стратегии, стратегические, и резали самолеты, особенно тушки, их же резали под договор о передаче ядерных боеприпасов, то есть просто тупо взяли и развалили. за 30... Не передача ядерных боеприпасов, а самолеты зачем резать? Вот это не пойму. Это было все в общем договоре уничтожения стратегических бомбардировщиков, вот и все. И взяли, порезали, конкретно резали, именно, причем очень много видео есть в интернете, и вот представьте, как летчику смотреть, как его самолеты так режут. Преступление перед страной, вообще, такие договора, это были, конечно, преступления просто. Все товарищи, которые эти договора подписывали, они до сих пор очень хорошо себя чувствуют где-нибудь за пределами Украины, они не ловят те ракеты, которые передают. Тот же Кучма, он же Х-22 в Днепропетровске, да, он где-то сейчас отдыхает, неплохо себя чувствует, а страну его Х-22, которую он отдал, ее обратно отстреливают. Вот и весь подход. И это все, все правители, все министры обороны, вся такая верхушка за все 30 лет власти. Авиацию пробили, все понимают самое интересное. Вот сейчас уже все понимают, что оказывается без авиации удержать или наступать или освободить оказывается ничего не получается. Так это хорошо, мы еще летный состав сохранили, более-менее через ХУПС научили им витать на том, чем было. И у нас есть летчики, которые могут, если дадут реальные самолеты хорошие, могут переучиться и выполнять боевые задачи. Но вот если вот так вот будут садить летчиков и делать крайними, как это по Нежницкому отряду, по МЧС, так и летчиков не будет. Сейчас все сразу заболеют, тогда вот эти прокуроры будут обучаться на F-16. спасибо большое, Роман. Когда-нибудь мы с вами подробно обсудим эту тему. Огромное спасибо, до встречи, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова